Всем привет, с вами Тори и добро пожаловать в новое видео. И после страхов Айда Лав пришло время поговорить о моих страхах, судя по комментариям. Ну и окей, начну сразу с того, что сейчас у меня нет страхов. Что с ними произошло, я расскажу в конце этого видеоролика. Ну а прежде чем начать, обязательно подпишитесь на канал и нажмите там внизу кнопочку поделиться. Окей, а я раньше была тем человеком, который просто супер мнительный и супер чего-то боится. В принципе, я бы так сказала, что у меня были на это причины. И первым моим таким страхом была, ну такая вот детская просто вещь, которая скорее всего у всех происходит. Это страх темноты. Я действительно боялась темноты. У меня были на то огромные причины, просто потому что мне в детстве рассказывали кучу разных историй. И нет, это не было чем-то фэнтезийным в формате того, что там какое-нибудь чудище вылезет от кровати и так далее. Нет, все было очень реалистичным, просто потому что я сама по жизни своей человек более реалистичный. И какие-то фэнтезийные вещи оставляю все-таки на различные киношки. А в реальную жизнь лучше это не вмешивать. И, собственно говоря, этот страх у меня, в принципе, довольно быстро закончился. Приблизительно в то время, когда я начала оставаться дома одна. Как бы, ну как не бывало, я бы сказала. Но, тем не менее, он перешел в немножечко другую вещь. Это когда, вот знаете, вы сидите такой, ну например, в квартире у себя. Никого нет. И тут раздается звонок в дверь. И кто это может быть? Вот это было действительно таким пугающим, учитывая тот факт, что когда я была маленькой, то кто-то приходил. И мало того, что они как бы позвонили в дверь, они не услышали никого. И они стали просто долбить в дверь. И от этого у меня был такой вот некоторый страх, что как бы я столкнусь с этим опять. И это было действительно ужасно. Далее у меня появился страх шаровой молнии. Потому как я с детства человек, который любит всякие научные теории, всевозможные такие вещи, связанные с какими-то природными явлениями, еще какими-либо явлениями. Именно поэтому у меня нет сверхъестественных страхов. Я просто перечитала книги о природных явлениях. И потом меня эта шаровая молния преследовала просто везде. Каждый раз, когда начиналась гроза, я пыталась куда-то спрятаться, чтобы шаровая молния за мной не погналась. Просто потому что, как бы по теории относительно этой шаровой молнии, если вы будете двигаться, шаровая молния будет летать за вами. Это плохо. Далее какое-то время у меня был страх публичных выступлений. Это неприятно, учитывая тот факт, что я все-таки выступаю перед другими людьми лет, наверное, с пяти. И вот это странно. Потому что вы, значит, танцуете, или вы поете, или вы что-то читаете, рассказываете какой-то доклад и так далее. И вот, кстати, это ужасно. То есть, в танце, например, это еще можно контролировать, но когда вы что-то читаете перед публикой, когда вы просто стоите и больше ничего не делаете, кроме шевеления губами и, возможно, руками, это становится очень сильно заметным. Или, например, когда вы выходите перед классом что-либо рассказывать, то вот это вот все начинается. Это было ужасно. Просто потому что, ну, я как бы внутри себя не могла с этим смириться, что на меня вот смотрит несколько десятков пар глаз. Из-за этого мне приходилось как бы брать где-то на стене точку и просто таращиться в нее. И я вот так вот стояла и все рассказывала, несмотря на людей вообще. Из-за этого все время учителя так смотрели, типа, куда же я там уставилась? Неужели там что-то написано? Неужели у меня такое прекрасное зрение, что я все вижу? На самом деле нет. Стенка передо мной была очень сильно расплывчатая, и даже если там было что-то написано, то я бы этого не увидела. Далее это скорее такой страх-комплекс, я бы сказала. Это то, что я боялась выглядеть глупо или нелепо. Сейчас мне абсолютно на это наплевать. И я в тот момент, когда поняла это, что а смысл мне каждый раз заботиться о чьем-то мнении? Мне просто стало легче. Хотя на осознание этого момента ушло очень и очень и очень много времени и очень и очень много сил. Просто потому, что я была зависима от этого страха с самого детства. Мне все время казалось, что кто-то что-то не то обо мне подумает, кто-то не так меня воспримет. Из-за этого я боялась разговаривать с людьми, я боялась что-либо делать, я боялась как-то либо проявлять себя, потому что ну вдруг что-то люди подумают. Сейчас все равно. Вот серьезно. И вы, если у вас вдруг есть какой-то такой страх или комплекс, попробуйте осознать внутри себя, что на самом деле это все только в вашей голове и не имеет отношения к другим людям абсолютно никакого. И как только вы перестанете думать о том, что люди что-то думают о ваших действиях или люди в негативном ключе что-то думают о ваших действиях, этот страх вас отпустит. Далее на какой-то промежуток времени у меня был страх людей. Я какую-то часть своей жизни была, ну такой затворницей, как бы я ни с кем не общалась в реальной жизни, а если общалась, то это происходило только по интернету. Я ни с кем не встречалась, я держалась подальше от людей, я не могла ездить на транспорте. Это было очень-очень неприятно. Я не знаю, из-за каких событий это стало развиваться, но как-то так произошло. Ну и, пожалуй, финальной такой точкой кипения, когда я уже поняла, что все страхи просто не имеют смысла и нужно просто с ними бороться, а не спокойно жить, точнее сосуществовать. Это эдакий страх толстых людей. Сейчас кто-то из вас может подумать совсем не в ту сторону. Просто у этого страха действительно есть своя первопричина. Это то, что я ехала в поезде, и когда поезд остановился на станции, то меня сначала ударили несколько раз, а потом, собственно, вытолкнули из поезда. Угадайте, кто это был? Так что развитие вот этого как бы страха и связанной с этим панической атаки было довольно-таки логичным действием. Ну а теперь, пожалуй, немножечко о борьбе с этими самыми страхами. Самое главное всегда это осознать, что этот страх у вас есть. Бесполезно отрицать, что нет, это не так, но каждый раз, когда это происходит, вы снова начинаете бояться. Нет. В первую очередь вам нужно принять, что это в вас есть. А вторым шагом принять, что это есть только в вашей голове. Потому что чаще всего страх не несет какой-то опасности, если только вы сами не делаете его опасным. Многие страхи действительно придуманы просто нами, просто нашей фантазией, нашими какими-то внутренними преувеличениями. Мы сами делаем что-либо опасным для нас. Мы сами делаем что-либо таким, что отягощает нашу жизнь. Так что понять, принять и осознать. Это как бы самые важные принципы. И, конечно же, нужно уметь приходить к тому моменту, когда вы говорите, что страх вами не управляет. Потому что ваша жизнь, ну, вряд ли когда-либо будет полной, и она вряд ли будет когда-либо очень интересной и захватывающей, если вы все время будете держаться за свой страх. Если это страх, связанный с чем-то, что вы можете каким-либо образом исправить в своей жизни, то просто сделайте это. Подправьте то, что заставляет вас бояться. Это очень сильно облегчит вашу будущую жизнь. Если это что-то на таком вот психологическом уровне, когда вы, например, являлись свидетелем какого-либо события, что-либо произошло в вашей жизни, то просто поймите, что оно осталось там, и сейчас оно не управляет вами. Оно не управляет вашей жизнью. Оно никоим образом не связано с вами. Что бы ни происходило тогда, сейчас многое изменилось. А, соответственно, вы можете спокойно отпустить это. Также у многих людей страхи перерастают в панические атаки. Точно так же, как у меня вот было с тем случаем, когда меня из поезда вытолкнули. Я просто начала задыхаться. В тот момент мне стало очень плохо, и я очень-очень долго не могла не только ездить на каком-либо подобном транспорте, но и просто как бы находиться в окружении вот подобных людей, потому что я где-то внутри себя понимала, что эта ситуация для меня опасная, и поэтому я старалась держаться от нее подальше. Но самое главное все-таки принять и понять, что нет, оно произошло там, и сейчас, если я буду достаточно контролировать этот процесс, и не буду постоянно сама себя накручивать, то он и останется там. Так что, если у вас вдруг есть какие-то страхи, то самое время их побороть, просто потому что ваша жизнь действительно станет лучше без них. Просто поймите, что это вы сами управляете своей жизнью, а не какие-то ваши фантазии и воспоминания из детства. Ну, а если вы под предыдущим видеороликом еще не оставили комментарии со своими страхами какими-то, то пишите об этом прямо сейчас. Мне будет очень интересно почитать. Ну, и также, возможно, я смогу чем-то вам помочь. Потом 시간에 만나요. 여러분, 안녕. 고맙습니다. Субтитры сделал DimaTorzok